Осенний вечер Свою и грусть я обманул вначале сам себя, поверив в то, что, может быть, вернусь. Давайте так, я все как на духу, конечно, вам не стану открывать. И даже тот, который наверху позволит мне о чем-то промолчать. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. Давайте так, я стану утверждать, и вряд ли вы поспорите со мной. Нам в этой жизни повезло летать и провести полжизни над землей. Нам повезло немало повидать небесной и заморской красоты. И те мгновения счастье испытать не раз, когда сбываются мечты. А то, что все когда-нибудь пройдет, я, как и все, конечно, понимал. Но что внезапно так произойдет, все это даже не подозревал. А синее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. И буду летать я и слева, и справа, с учетом ошибок и взятых поправо. И с темой небесной вовек не расстанусь, и бывшим пилотом, конечно, не стану. Давайте так. Я очень рад вас всех здесь видеть. Начал с этой песни, потому что 14 ноября, через 5 дней, будет 6 лет, как я прекратил работу в АЭА-компании. Но благодаря моим друзьям я все-таки не стал бывшим пилотом. Вот буквально вчера меня угощали тренажером, я покрутил визуалочки, заходики поделал. То есть я в теме, хоть и не выполняю производственные полеты, но я не ушел. Не ушел, не ушел. И посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, Какие формы и изгибы, просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об АЭА-компании. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об АЭА-компании. А потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово авиация совсем не даром рода женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее поклонники-служители. И ею жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал уже своем, остался небожителем. И это здорово, как говорил давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравших головы. Когда увидим, как взлетает и посадится самолет. Мы будем просто обо всем забыв стоять, задравших головы. Когда увидим, как над нами пролетает самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая мощь и грация. Какие формы и изгибы просто глаз не отвести. И не случайно столько песен и стихов об авиации. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Встреча на 35 лет, которую мы отмечали 5-6 октября. Здесь в Москве, вернее в Долгопробном, если быть точным. В первый раз за 35 лет встретились два моих персонажа, два моих однокурсника. Дима Щербаков и Женя Чесноковна. Женя там периодически здесь бывал и на встречах тоже. А Дима все время, он пилот-инструктор в Уральских, и у него все как-то не получалось. А тут они, мы вместе спели эту песню, все втроем. Я пел, они изображали, как оно все было на самом деле. А вот кому интересно, я в этом выкладывал в ВКонтакте и на Фейсбуке. Там фрагменты люди снимали на смартфоны. Мне потом люди писали, мы думали, что персонажи вымышленные. Так было интересно увидеть их вживую. С ними вместе я учился. Помню курса. До второго Чесноков не матерился. Щербаков не пил спиртного. Может было разделение? До сих пор необъяснимо. Но водку кушал только Женя. А ругался только Дима. Так же надо было заметить. Оба парня не курили. И вокруг за тысячу метров По прекрасной обходили. Жизнь курсантская все тучи. Все ребром вопросы ставит. Не умеешь тут научат. А не хочешь здесь заставят. Ты вздыхал передохнуть бы. Только жизнь не позволяла. И ковала наши судьбы. И характеры ломала. И однажды я увидел Интересное явление. Помню как-то отмечали Щербакову день рождения. Мне сперва-то было странно. Даже я перекрестился. Дима. Водки. Полстакана. Войтол. И не покривился. Алкоголиком не стал он. Только всякое бывает. И сперва не добирал он. А теперь перебирает. И мне однажды рассказали. Как в одно из воскресений. Дима. После увольнения. Заходил домой. По схеме. А еще мне рассказали. Про курсанта. Чеснокова. Будто Женеги назвали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова. Что это вы меня наврали? Да не может быть такого. Да вы ж его оклеветали. А мне в ответ сказали. Тише мол. Не стоит горячиться. Скоро ты сам услышишь. Как Евгений матерится. И как-то вечером. В пороте. Я бродил. В тоске печали. И тут меня друзья позвали. И такое. Показали. Я ушам своим не верил. Даже стало страшновато. Женя. Выглянув из двери. Поливал отборным матом. В жизни всякой творится. И случается любое. Чесноков стал материться. Щербаков стал пить спиртное. Раньше вместе соберутся. Так все сидят. Считают лапы. А теперь всегда нажрутся. С сигареткой затянутся. Припохабненько ровнутся. А иногда и подерутся. И идут гулять по баллону. И так все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Жень Чесноков сообщил мне, что он с некоторых пор опять не матерится. Так что хоть это... Я говорю, Жень, но все равно песню буду петь. Ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот это, ну, бэр, твое. АПЛОДИСМЕНТЫ И не взначай, как будто нас с тобою Здесь научили по небу летать. Здесь нас учили по небу летать. Пусть надолуга вечно солнце светит. Прощайте плац, казарма и забор. Как нам без вас теперь прожить на свете? Представить мы не можем до сих пор. Представить мы не можем до сих пор. Сейчас нас всех в последний раз построят. И Пашка скажет много теплых слов. И никогда нам не забыть с тобою Его любовь, отцовскую любовь. Его любовь, отцовскую любовь. Нас не поднимут больше на зарядку. И Пашка Жилин в гости не придет. И со щеки слезу смахнув украдкой Мы на последний свой идем развод. Мы на последний свой идем развод. На самом деле эта песня такая грустная, трогательная. Но вот это от первого до последнего слова это песня Степ. Она, так скажем, издевательская. Но мой друг Валера Костоусов, Царствие Небесное, был очень ей недоволен. Потому что люди потом не будут знать, что это издевательство. Они будут думать, что мы действительно сильно так страдали, переживали. Вот этот Пашка Жилин, который был начальник курса тревого отдела, это, наверное... Ну, у нас были нормальные офицеры, были там кто-то лучше, кто-то хуже. Но вот единственный человек неуважаемый это вот начальник курса тревого отдела. Вот. И... Ну, заслуженно, потому что... Вот. И для того, чтобы, как сказать, нейтрализовать или объяснить, как оно все было на самом деле, мне пришлось еще одну песню придумать. Тоже на эту же самую тему, посвященную окончанию училища. Нас гоняли пешковы, унижали жилины, но до дня счастливого все-таки дожили мы, дотянули все-таки до упора, и больше не начальники на майоры. За четыре года здесь насмотрелись разного. Невозможно перечесть глупостей с маразмами, а теперь от радости просто прыгать хочется. Ведь, казалось, никогда это все не кончится. Но пришел наш день, настал он, как избавление нам от добровольного полузаключения. И за все лишения он награда, а другого ничего. И не надо дайте нам пилотские и дипломы, и давным-давно уже ждут нас дома. Разными дорогами Разойдемся завтра мы И пропадем все пропадом С этими казармами, С этими разводами, С этими проверками, С этими разводами. И пусть теперь да здравствует Наша жизнь свободная И хоть с друзьями жалко нам Расставаться, Но никто не хочет Здесь оставаться. И нам теперь плевать На всех пешковых И жилиных Рожи их противные, Ох, как опостылили, Пусть тут дурью маются, Им за это платят, А для нас кончается. Все, с нас хватит. Спасибо. В этом году, В июне месяце, 40 лет исполнилось, Как я выполнил Самый в жизни Свой первый самостоятельный Полет. Это было На вертолете Ми-1. Спасибо. Когда была Такая организация ДСАА, Добровольное общество Подействие армии Авиации и плода, Кто-то На истребителях Вылетал, Кто-то На вертолетах. Вот И вот Ну вот Ну вот такая вот У меня дата В кабине вертолета Ми-1, Я был в тот раз один, Совсем один. Инструктор мой Свой парашют Забрал И не волнуйся, Главное, Сказал Летать Ведь это так же, Как ходить Нельзя Не разучиться, Не забыть Потом, Шутя, Меня Перекрестил И в небо Выпустил И потянул я В самый первый раз Сам ручку Под названием Шаг-газ И легкое Волнение Ощутил И ручку Управление Отклонил От себя Ими один Учитель Первый Мой Поднял Меня Послушно Над землей Вот так Когда-то Все Началось И Понеслось Потом Сменил я Ручки На штурвал И Много Где я В жизни Побывал Воздушные Большие Корабли Водил я В разные Края Земли И эту Жизнь Где небо И Штурвал Я На другую Быть Не Променял Все Потому И Это Не Секрет Что Лучше Жизни Просто В жизни Нет Но Не Забыть Мне Самый Первый Раз И Ручки Управления И Шаг-газ И Легкое Волнение Мое И Песню Что Несущий Винт Поет Где Меден Учитель Первый Мой Несет Меня Послушно Над Землей А Впереди Вся Жизнь И Солнце Свет И Мне Всего За Восемнадцать Всем Субтитры Пусть говорят, профессия опасна Хочу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить Чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей Мой труд порой блеснет рассинкой пота, там, где свинцово дышат облака И все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый выйдет новая строка За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей Пускай мне позавидуют поэты, где ты не можешь Пускай мне позавидуют поэты, когда я с nugget Вот он летал, сначала мы вместе на Як-40, потом он летал на Ми-8, забрасывал у нас с товарищами с однокурсниками в тайгу за орехами, за клюхами. Интересно, такое время было, когда мы летали на А-24, можно было утром улететь в Стрижевой. Ну, я имею в виду пассажиров, вернее, зайцы, целый день там проходить, собирать 2-3 ведра грибов, вечером вернулся. То, что можно было зайти в кабину, вообще ни у кого вопросов не было. Чтобы летчику нельзя было зайти в кабину, как это сейчас. Сейчас мы ж, все-таки мы жили и работали в реально счастливое время. Правильно ясно. Толмачево, Стрижевой, Нижневартовск, Запасной, по заданию 2-700, пассажиров 42. Командир летит вперед, связь ведет второй пилот, Николай шасси убрал и уснул давным-давно. Мы набрали 6-600, подключай автопилот, Сам летает в самолет, ну и пусть себе летит. Командир журнальчик взял, Повертел, перелистал, Карандаш потом достал, И стал разгадывать кроссворд. По расчету 2-0-5, Время некуда девать, Если б я умел вязать, Я б связал себе носки. Я заполнил буржурнал, И газетку почитал, И затылок почесал, Чем заняться бы еще. Командир сегодня горд, Разгадал он весь кроссворд, Дам ему советский спорт, Там еще кроссвордик есть. Николай спокойно спал, Вдруг чего-то застонал, Очевидно снится сон Про несчастную любовь. Мы летели, как всегда, Только в ралли, привода, В результате все равно Прилетели в стрижевую. Такая вот штука Опять улетает От моря и солнца, От пальмы песка, И снова разлука, И словно теряем И синее небо, И в нем облака, И снова разлука, И словно теряем И синее небо, И в нем облака. Дела и заботы, Проблемы работы Нас ждут в неуютных Больших городах. А здесь так приятно, И так непонятно, Зачем мы отсюда, Зачем мы туда, А здесь безмятежность, Соленая свежесть, Лазурь и безбрежность, Не просто вода. Волны набежавшие, Ленивая нежность, И хочется, чтобы Так было всегда. Волны набежавшие, Ленивая нежность, И хочется, чтобы Так было всегда. Здесь завтра и дальше Все будет как раньше, И море, и чайки, И старый баркас. Все так же прелестно, И это нечестно, Что все будет завтра Уже не для нас. Все так же прелестно, И это нечестно, Что все будет завтра Уже не для нас. Мы бродим с тобою По краю прибовая, И в память собою Висел на века. И белые яхты, И с бухты барахты, И синее небо, И в нем облака, И белые яхты, И с бухты барахты, И синее небо, И в нем облака. И синее небо, И в нем облака. И синее небо, И в нем облака. И синее небо, и с бухты барахты, и в регионе. И синее небо, и с бухты барахты. Вышло, вышло часто нам с тобою расставаться И тебе одной подолгу оставаться Когда я опять куда-то улетаю Вышло над землей мне по всей земле мотаться Покидать тебя и снова возвращаться Ожидать тебя подолгу заставляем Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было-не был Были-не были, снова вдаль зовут Снова вдаль зовут Знаешь, ветер странствий, не всегда попутный ветер И не только море с пальмами нам светит Попадали мы штормами снегопады Знаешь, интересных очень много мест на свете Но люблю я, помотавшись по планете Оказаться снова вдруг с тобою рядом Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было-не был Были-не были, снова вдаль зовут А если к небу голову поднимешь Прямо над собою в вышине Белую полоску ты увидишь Конечно, конечно, вспомнишь обо мне Вспомнишь обо мне Крылья не растут у нас, конечно, за плечами Но мне кажется, что вовсе не случайно Нам даны с тобою крылья И замечу крылья Сколько раз они с тобой нас разлучали Чтобы через ожидания и печали Вновь и вновь нести меня к тебе навстречу Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было-не был Были-не были, снова вдаль зовут А если к небу голову поднимешь Где-то выше стаи голубей Белую полоску ты увидишь Это снова я лечу к тебе Я лечу к тебе Белую полоску ты увидишь В стране, где все есть, но на всех не хватает В Исламик, Репаблик, Иран Там в небе воздушном полеты летает Иран, Иртур, Халабан Там в небе воздушном полеты летает Иран, Иртур, Халабан Он родом из Омска и Новосибирска Челябинский он из братчан От дома родного уехал не близко Иран, Иртур, Халабан От дома родного уехал не близко Иран, Иртур, Халабан Зовут его Петя, а может быть Вася Андрей и, конечно, Иван За доллары он поработать согласен Иран, Иртур, Халабан За доллары он поработать согласен Иран, Иртур, Халабан Он разный по возрасту и по натуре Он очень спокойный и буян Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран, Иртур, Халабан Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран, Иртур, Халабан Он разный на внешность и разный по сути Он трезв, если только не пьян Без отдыха может работать по суткам Иран, Иртур, Халабан Без отдыха может работать по суткам Иран, Иртур, Халабан От дома его ждут жена и детишки, отец, мать, сестра и братан И думают, что заработался слишком Иран и Эртур Халаван И думают, ты заработался слишком Иран и Эртур Халаван Спасибо Я не знал о том, что можно заскучать По мелочам, обыкновенным мелочам По тем, что прежде никогда не замечал А вот сегодня от чего-то заскучал Я заскучал по скрипу снега под ногой По дыму в небе над соседской трубой И по стеклу окна в узоре ледяном И по теплу, когда с мороза входишь в дом Я заскучал по ожиданию весны Еще по шорохам, что в комнате слышны Когда порою мне не спится по ночам Я заскучал сегодня, крепко заскучал А в Машкаде теплый дождь в январе А потом вдруг мокрый снег не с того Все засыпал и отложен наш рейс И, скорее всего, отменят его А я опять сегодня видел во сне Пацанов своих и старый наш дом Ну и, конечно, заскучал по жене Это, видимо, иранский синдром Я потом, когда приеду домой Расскажу тебе, как жили мы тут Про персидский, про залив голубой Про сари, где апельсины растут Фотографии тебе покажу Где Машкад и наш отель Тургабе И про многое еще расскажу Если будет интересно тебе И про многое еще расскажу И знаю, будет интересно тебе Еще одна песня Называется она «Наставление Халабану» Или «Breaking Action» Там такая смесь авиационных терминов На английском языке В общем Я не знаю, что сначала сделать Спеть, потом перевод рассказать Или сначала перевод рассказать Потом спеть Я, кстати, вот предыдущую песню, когда я пел Подумал о том, что Я заскучал по стеклу Окна в узоре ледяном Вот сейчас пластиковые окна По-моему, уже давно И никто не помнит, что такое зимой Эти ледяные узоры То есть, опять же, отсылка к тому времени Так, ну «Breaking Action» Это коэффициент торможения Софи Свинт Это ветер у земли Тайков Это взлет Кто не запоминает Можете записывать на бумажке Это самое Как английский Знание английского, да? Перевожу со словарем Если «Breaking Action» не фонтан Софи Свинт в бочину задувает То Тайков не надо делать нам Каждый халопан об этом знает То Тайков не надо делать нам Каждый халопан об этом знает Если без эпилетий не год Это видимость И рановые ни хрена не видно Не мастись, тебя здесь не поймут Чтобы после не было обидно Не мастись, тебя здесь не поймут Чтобы после не было обидно Помни, чтоб не вылететь в трубу Героизм тот никому не нужен Лучше не испытывать судьбу Лучше лишний раз сходить на ужин Лучше не испытывать судьбу Лучше лишний раз сходить на ужин Сходить на ужин Сегодня еще хором не пели. Я чувствую, что не хватает этого. Я по-долгу смотрю, жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Надо в друзей выбирать осторожно, Но без остатка им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Сколько ночей ты провел бы тревожный, Чтобы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле без любви невозможно, Это я точно тебе говорю. Птицы поют. Птицы поют. В сосняке придорожено, В ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Спасибо. Что мы еще споем хором? Облака, облака. Облака, облака. Хором, да? Да. Хорошо. Подрастают у меня сыновья, Чем-то в жизни предстоит заниматься им, И хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию, Нынче летчик, увы, не в цене, А работа не из легких и строгая, И поэтому не хочется мне, Чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо только раз закунись в небо, И попал на всю жизнь в небо, Не любя, не скорбя, Не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, Как послушна тебе мощь многотонная, Но приходится за это платить. Липким потом и ночами бессонными, И о ребрах часовых поясов, Пиоритмы спит напрочь давным-давно, И в кабине по пятнадцать часов, И здоровье на полячке разменя, На дно небо. Только раз закунись в небо, И попал на всю жизнь в небо, Не любя, не скорбя, Не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, Перегрузки стрессы и радиация, Не ударьтесь о крыло головой, Не ходите, пацаны, в авиацию, На земле профессий не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное, Я бы сам, когда все снова начать, То, наверное, пошел Снова в летное небо. Только раз закунись в небо, И попал на всю жизнь в небо, Не любя, не скорбя, Не отпустит тебя. Спасибо! А что вы раньше-то молчали? Сибирьки-то вялые, скучные. Что будем дальше петь? Мне понравилось! Не то лишь на локси кузнечик И мелкие отличия не в счет И все-таки зелененький, совсем как огуречек Большой такой зеленый самолет Но все-таки зелененький, совсем как огуречек Большой такой зеленый самолет А я на нем летаю капитаном И сразу ясно всем, что мне везет И мне везет и возит он меня по разным странам Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Немного мест, где он ни разу не был Работать никогда не устает Он так же, как и я, почти не может жить без неба Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет В Бангкоке, в Кургаде, в Барселоне Он мощный позитив с собой несет И люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет Все люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет Друзья, вы приходите к нам в СССР И вам, конечно, сразу повезет Вас повезет хоть в Варну Хоть во Францию на Сену Большой такой зеленый самолет Хоть в Ереван, хоть в Мюнхен Хоть в Венецию, хоть в Вену Вас обвезет зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Спасибо Спасибо Спасибо. 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 Хорошо. Ладно, подпеваю. Тамские переговоры. Спасибо. Кажется, еще вчера Пилота биография Я начинал по северам Советской географии Нефтьюганский, Стрежевой Узнали брата нашего На дым и новый Куренков. Ноябрьск и Колпашево, Авские берега, Болото и тайга кругом, Как кони-комары, ну точно не Атлантика, Зимой сугробы в рост, под сорок пять мороз потом. Не сможешь позабыть Суровую романтику, А кажется, не так давно Мы только начинали жить. Гордились тем, что нам дано Простор небесный бороздить. И лучше синей формы той И богу в мире не было, И гул турбин и рев винтов Опять манили в небо нас. И пела и цвело, А впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось С девчонками и песнями. Казалось, не спеша Вода в реке обетекла. Казалось, в двадцать пять Так далеко до пенсии. И были запахи острей, И ярче были краски там, А выше, дальше и быстрей. Летать лишь предстояло нам И временем не дорожил, Ней не считал беспечный я, Но кто же знал, что эта жизнь Такая быстротечная. А все берега Озера и тайга Кругом, И небо наяву Не на конфетном фантике, И сладкий дым печной И ледоход весной потом. Не сможешь позабыть Сибирскую романтику. Я вспомнил, что я должен спеть еще одну песню. Сергей Буздалин здесь или уже ушел? Здесь. Вот. Ага, Сергей. Вот в чем дело. Сергей Буздалин сын моего бортмеханика, Николая Николаевича Буздалин, Царство Небесное. И он сейчас командир на Аэробасе 320. А когда-то давным-давно мы как-то так, у нас совпало. Мы летали на ААН-24. И Николай Николаевич взял Серегу. Ему тогда было лет 15. По-моему, да? Вот. Вот. На рейс мы. А я взял своего Вовку. Вовке было четыре с половиной. Вот. Мы их прокатили. Но вот мы-то в авиацию не пошел. А здесь вполне такой результат получился правильный. Вот. Ну и я, естественно, что-то вот думаю, а как же так? Вот. Вот. Буздалин здесь, а я песню про Николаевича не спою. Это же вот. Вообще. Я себя потом уважать перестану. Так что вот эта песня посвящается моему очень хорошему другу. К сожалению, уже давно ушедшему вот бортмеханику Николая Николаевича Буздалину, с которым мы отлетали на самолете АН-24. У меня еще вторым пилотом сначала летал, потом командиром три с половиной года. Вот. Давно мы, коль, с тобой не пили пиво, Наш самолет везут. Устали летал, а жизнь разнообразна и красива, И в ней не только роды и штурвал. Есть много в ней событий самых разных, Бурлит она, как горная река. Давай мы с тобой устроим праздник И посидим за баночкой пивка. Бокал налив и некуда спешить нам, Как говорится, хорошо сидим. Поговорим о бабах и машинах И многое обсудим и решим. И незаметно, но закономерно Наш разговор в конце концов свернет На тему, кои преданы безмерно На небо, на полет и самолет. Припомню все, что с нами приключалось, Как ветер в Уренгое нас сдувал, Как дверь у нас на взлете открывалась, Как ты ее в полете закрывал. И как чуть было, водка не пропала, И как чуть было, не стряслась беда, Когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнуло нас тогда, Когда чуть-чуть не хватит нам с тобою, Ты скажешь, я же знал, она нужна, И извлечешь бутылку зверовую из кармана, Которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться? Не будет непонятно никому, И я не перестану удивляться Уменью предвидеть твоему, И я не перестану удивляться Уменью предвидеть твоему. Спасибо. Давайте споем красивую работу хором, а потом... ... ... ... ... Кто послал тебя за горизонт? Кто тебе сказал, что тебе всё это надо? И какой бесспорный был резон рваться в небеса через все преграды. Просто даже в слое высота слышится романтика полёта. Самая красивая работа связана с желанием летать. Оглянись назад без суеты, вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал? Ты? Или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слое высота будет недосказанное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вас очень надеюсь увидеть здесь 8 февраля. С друзьями, с знакомыми, приходите. Накануне дня работы там будет особой. И мы уже, как я сказал, там уже хором-то разойдёмся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо!